Когда вы видите христианина, который только и говорит, что о своей свободе во Христе, и который считает, что вправе толковать Библию так, как хочет, а вы понимаете, что он близок к падению. Когда человек постоянно говорит о благодати, но не той, что спасает нас от греха, а о той благодати, которая позволяет грешить, он либо делает первый шаг, чтобы сойти с пути, либо уже покрывает тот факт, что сошел с пути истины. Мы живем в век так называемой «токсичной мужественности», век яростных атак на библейские определения мужественности и женственности, век, когда многие отцы виновны в том, что не исполняют Божие поручения быть главой семьи, век, когда многие отцы бросили свои семьи, век, когда на телевидении отцов изображают скоморохами и неуклюжими идиотами, теми, кто немногим ценнее домашнего любимца. В этой действительной токсичной среде отрезвляюще для нас звучат слова об отцовстве из 1-го послания к Коринфянам 4-й главы. С 14-го стиха и по 21-й. «Нет нужды говорить вам, что причины этой путаницы и всеобщего замешательства, путаницы глобальной, национальной и культурной, заключается в том, что мы отвернулись от Бога и Его Слова». Но, послушайте, вот каким должен быть наш ответ. Мы не должны поддаваться так называемой «сексуальной революции». Мы не должны капитулировать перед этим массовым обманом относительно мужского и женского достоинства. Мы не должны приглашать в нашей церкви вмешательство извне, нарушая созданный Богом порядок. Так почему же я клоню? На дело в том, что эта путаница приводит нас к моральному падению, и зло постепенно становится нормой. Это уничтожит нашу западную цивилизацию прямо на наших глазах. Пришло время народу Божьему радикально, но с любовью заявить. Так говорит Господь. Бог призывает мужчин и отцов быть образцами для подражания, с любовью служить и руководить. С любовью служить образцом благочестия, быть образцом для подражания в подлинном руководстве через жертвенную и нравственную жизнь, через жизнь в любви Божией. В этой серии проповедей по первому посланию к Оринфинам мы видим, что апостол Павел обращается к чему-то жизненно важному и, вероятно, более важному в наше время, чем когда-либо в моей жизни. Так о чем же он говорит? О том, что небольшие компромиссы рано или поздно приведут к полному отходу от библейской истины. Когда мы вытаскиваем якорь из воды Слова Божьего, это приводит к тому, что мы теряемся в море хаоса и смятения. В наши дни мужам и женам Божьим нужно твердо занять свою позицию и сиять Его светом. Именно по этой причине апостол Павел пишет им, «Я всем сердцем верю, что он писал это послание и для нас». В 21 веке иногда он говорит с ними строго, иногда сарказмом, и иногда он прямо их обречает, потому что знает, что любая церковь может скатиться в бездну, если потихоньку, шаг за шагом, идти в этом направлении. Давайте откроем вместе первое послание Коринфянам, 4 главу, с 14 стиха. И будем смотреть до конца главы. Когда я готовился к проповеди и молился, я задал себе вопрос, я спросил себя, почему Павел здесь так бескомпромиссен? В чем причина? И ответ в том, что он любит их, как верный отец, любит своих детей, и он это очень ясно дает понять, потому что он не может стоять, наблюдая, как они постепенно, потихоньку отходят от Слова Божьего, как бы незаметно, это огорчает его до самой глубины души. Ему невыносимо смотреть на то, как сатана вводит их в заблуждение, так же, как Адам и Ева были введены в заблуждение в саду, потому что как верный отец, как духовный отец, он желает своим детям самого лучшего и дает им самое лучшее. Павел желает, чтобы они испытали полноту подлинной веры во Христа. Давайте посмотрим, какие признаки благочестивого отцовства описаны в этом отрывке. Я нашел в этом отрывке по крайней мере четыре характеристики благочестивого отцовства, и хотел бы поделиться с вами этими четырьмя характеристиками. Прежде всего, в стихах 14 и 15 он сказал, что благочестивый отец должен с любовью увещевать, то есть выразумлять. Во-вторых, в 16 стихе он сказал, что благочестивый отец должен быть тем, кто подает своим детям добрый пример. И в-третьих, в 17 стихе он сказал, что благочестивый отец должен учить. Ну и, наконец, четвертая характеристика благочестивый отец должен дисциплинировать своих детей. Я объясню это чуть позже. Теперь давайте детально рассмотрим все по порядку. Как может верный отец с любовью наставлять своих детей, будь то земной отец или духовный отец, прежде всего, благочестивые отцы должны предупредить своего ребенка об опасности, если видят, что их ребенок попал в опасную зону. Это начало увещевания или вразумления. греческое слово, которое здесь использует Павел, означает «исправлять», то есть «исправить то, что неправильно». Но для чего? И с какой целью? Какова цель этого исправления? Зачем вкладывать время? Зачем тратить на это свою энергию, свои усилия только с целью изменения. Идея здесь очень ясная и простая. Вразумляя ребенка, вы делаете это не для того, чтобы его уничтожить, а чтобы вернуть его на путь Божий. Здесь речь не о жестоком обращении с ребенком, а о том, чтобы помочь ему изменить направление. Не нужно провоцировать ребенка и подавлять его. Нельзя постоянно критиковать ребенка, нужно наоборот его вдохновить на добро. Благочестивые церковные руководители, когда видят, что одному из их членов грозит опасность, должны вразумить его с любовью. Когда вы видите брата или сестру, идущих в погибель, нельзя просто пожимать плечами и сказать, «Это не мое дело». Если вы их любите, то вы их наставите с любовью. Иногда увещевание может быть самым приятным занятием. Но мне особенно больно, и это то, что печалит мое сердце. Мы живем во времена, когда пасторы, проповедники как раз и являются теми, кто вводит свои общины в заблуждение. Но вот отличный пример в разумление с любовью от апостола Павла. Он несколько раз обращается к ориенфянам братья. Хотя они были плотскими братьями. Почему? Поскольку любящий отец не только обличает, но и поощряет. Павел называет их не просто детьми, а любимыми детьми. Несмотря на их непослушание Слову Божьему, несмотря на их аморальный образ жизни, и вы увидите это в следующей проповеди, несмотря на их доктринальные ошибки, которые мы увидим в будущем, несмотря на их духовную незрелость, он все равно их любит. А во-вторых, благочестивые отцы должны подавать пример. И это 16 стих. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Если я говорю одному из своих детей, чтобы он или она подражали мне, это не означает, что я совершенный человек, и это не означает, что я говорю, «Эй, посмотрите, какой же я хороший». Нет, я хочу, чтобы они подражали мне, даже когда видят мою неудачу, особенно когда они видят мою неудачу. Они видят, что я признаю свой провал и готов раскаяться. Во-первых, Отец вразумляет с любовью. Во-вторых, он подает добрый пример. В-третьих, благочестивый отец учит... Откройте, пожалуйста, вместе со мною 17 стих. Благочестивый отец учит. Одна из главных дисциплин помимо образумления с любовью, помимо того, что нужно подавать добрый пример, нужно говорить им истину, а именно библейскую истину. Отцы, позвольте мне кое-что вам сказать. Молодые отцы, послушайте, вы главный учитель Библии в своем доме, в своей семье. Павел не только учил коринфских верующих истине, как любящий отец, но также он посылал им хороших, благочестивых и подлинных учителей Библии, чтобы они помогали им в пути. Он послал Аполлоса, и он послал Тимофея. Павел не собирался посылать им лжеучителей, лидеров, которые будут призывать их идти на компромисс с истиной, как и любой благочестивый отец, не стал бы вводить своих детей в церковь, которая идет на компромисс со Словом Божьим, какой бы прекрасной ни была музыка в этой церкви. Вы помните, несколько недель назад я упомянул слова Павла. Я положил основание, которое есть только Христос. У нас не должно быть в жизни другого фундамента, только Христос. А потом я вам сказал, что все мы строители, каждый из нас строит свою жизнь на этом фундаменте каждый день. Все папы и мамы строят на этом фундаменте. Все учителя и ученики Библии строят на этом основании. Каждый раз, когда вы поведете кого-то ко Христу, вы должны опираться именно на этот фундамент. Друзья, есть некоторые, кто думает, что истина Слова Божьего непонятно и сбивает с толком. Такие люди действительно есть. Поэтому некоторые проповедники, когда слышат такие слова от своего неверующего собрания, говорят, не обращайте внимания на библейское учение. Мы добавим в проповедь немного психологической болтовни, чтобы все это приобрело для вас смысл. Например, по причине того, что некоторым трудно принять истину Ветхого Завета, учитывая современные стандарты жизни, то, конечно, проще отменить все нормы, данные Ветхом Завете. Если сверхъестественное трудно постичь к современной культуре, нужно просто удалить все сверхъестественное. Если суд Божий не популярен, объясните это как нечто символическое. И это, мои дорогие друзья, в конечном итоге приведет к тому, что вы не будете доверять ни одному слову из всего Слова Божьего. Вы не будете доверять не только трудным отрывкам из Писания, но в конечном итоге от Библии останется только обложка и все. Даже картам никто не будет доверять. Но я также осознаю тот факт, что некоторые проповедники говорят очень размыто и впадают в философские размышления настолько, что теряют внимание аудитории. А вы бывали в таких местах? Я лично бывал. Цель передачи истины, цель проповеди истины не в том, чтобы произвести впечатление на аудиторию нашими знаниями, а в том, чтобы помочь людям, пришедшим на наше собрание, понять истину. Тогда они смогут принять истину или отвергнуть ее, но, по крайней мере, им нужно ее понять. И, наконец, четвертая характеристика благочестивого отца — он должен дисциплинировать своих детей. Я знаю, что в некоторых кругах слово «дисциплина» ругательное слово. И все же Библия снова и снова говорит нам, что наш небесный папочка дисциплинирует своих детей, потому что он любит их очень сильно, а отцы должны дисциплинировать своих детей. Итак, почему же люди отвергают это слово и считают его ругательством? «Дисциплина» просто уберите это слово с глаз долой. Этого слова больше нет ни в школах, ни в семьях, потому что это поколение считает, что дисциплина означает избиение ребенка. Они думают, что дисциплина это синоним целесного наказания. Это очень далеко от истины Слова Божьего. Дисциплина означает, что когда я вижу, что мой ребенок падает в яму, я осторожно корректирую его направление, чтобы он отошел от этой ямы. Если я вижу, что мой сын стоит перед поездом, то я немедленно подойду к нему, чтобы увести его от опасности. Я люблю его и не стану с этим времени. И затем я расскажу ему, зачем я это сделал. Вот что означает дисциплина. Коринфяне позволили своей гордости и высокомерии завести их на очень опасную территорию. Они стали настолько высокомерными, что говорили. Апостол Павел не смеет нас дисциплинировать. Он не смеет нас исправлять. Мы знаем все сами и знаем лучше, чем он. Мы такие же умные, образованные и одаренные, как он. И Павел сказал, ради вашего спасения, ради вашей награды, ради вашего мира, радости и удовлетворения, я непременно должен вас обличить. Друзья, я призываю вас бодрствовать. Я призываю вас быть очень внимательными. Когда вы видите христианина, который только и говорит, что о своей свободе во Христе, и который считает, что вправе толковать Библию как хочет, что он имеет права, и точка, когда вы это видите, вы понимаете, что этот человек близок к падению, он вот-вот отступит от веры. Отступничество. Мы не так часто в последнее время используем этот термин, когда человек постоянно говорит о благодати, но не той, что спасает нас от греха, а благодати, которая позволяет грешить, как нашей душеньке угодно. Он либо делает первый шаг, чтобы сойти с пути, либо уже покрывает тот факт, что сошел с пути истины. Не так давно пастор одной мега-церкви в Соединенных Штатах Америки был вынужден уйти с должности пастора из-за того, что упал в грех. Один из старейшин этой церкви сказал следующее. Мы должны были увидеть признаки его падения, поскольку он стал одержим благодатью. Но не благодатью оставления греха о благодатью, которая якобы позволяет нам грешить. В заключении Павел говорит нам, что сила вовсе не в словах, сила вовсе не в красноречии, сила не в том, чтобы быть талантливым оратором и говорить доступными словами. О, нет, Павел говорит, что сила в слове Божьем. Вот в чем конкретно заключается сила 20 стих. Ибо царство Божие не в слове, а в силе. Царство Божие это не просто слова, разговоры и рассуждения это не что. Слова не так многое и значат, потому что говорить легко, но этого недостаточно. Царство Божие. Это сила Божия в слове Божьем. Сила, которая преображает жизнь, меняет жизнь, а не поощряет грех. Это сила, которая меняет жизнь, а не удерживает человека во грехе. Это сила, ведущая к святости, а не к притворному счастью. Это сила, которая преобразует, а не держит человека на том же месте. Эта сила дает вам победу над грехом, а не покорность греху. Дорогой мой друг, я не знаю твоего хождения перед Богом. Только ты сам знаешь, как ты ходишь перед Богом. Но я хочу бросить вам вызов, каждому в отдельности. Задайте себе такой вопрос, на что я полагаюсь? Я полагаюсь на силу Слова Божьего? Или рассчитываю на что-то еще? На способности? На таланты и на дары? Я прошу Господа в молитве, чтобы каждый из нас искренне сказал Богу, «Боже, я хочу выйти из этих дверей, полагаясь только на Твою силу и на силу Твоего Слова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...